Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Как говорится, в это время года, Маадим Ли Симха. Маадим Ли Симха – это праздники для радости. Праздники для радости. И сегодня у нас урок будет Лейлу Нишама для поднятия души. И Роза Бат Борис зовут эту женщину, которая ушла в свой мир, который она создавала себе в этой жизни. И ее дети, ее потомки, как раз просят, чтобы урок Торы был для поднятия ее души, дать усилить ее душу. Потому что когда человек уходит из этого мира, его сопровождают в его заслуге, но очень важно, дальше ему уже помогают только те, кого он оставил. И вот Яша пишет, пусть ее душа находится в райском саду с душами праведников. Потому что человек, он в этом мире ценится по тому, сколько он сделал добрых дел, сколько он сделал добра, духовности. И его потомки или его ученики, которые продолжают изучать Тору и служить Всевышнему, могут ему добавить туда святости. И, конечно, сейчас Роза Бат Борис, она там радуется, что ее потомки помогают распространению Торы и помогают, чтобы много людей услышали слово от Всевышнего. Значит, сегодня у нас... Сейчас мы... Сейчас, секундочку. Так, где у нас сегодня... Сейчас, секунду. Книга наша, Хитас, по которой мы учимся. Хитас. А, секундочку, это у нас в Телеграме. Хитас, вот она, журнал Хитас. Значит, сегодня у нас четверг, по-простому, да, четверг, Йом Хамиши. И 18-я Тишерея. 18-я Тишерея. Значит, мы находимся в... Уже в середине, да, с 15-го по 22-е идет у нас Холямоэ Цукот. И мы сейчас находимся у нас в Израиле. Сегодня третий день Холямоэ, да. А они в Израиле сегодня второй день, полупраздничных дней. Значит, чем мы занимаемся в полупраздничные дни? Мы радуемся, радуемся. Мадим Лесимха. Хак Сукот Самэрс. Радуемся. И вот это интересно, что когда надо радоваться, так радоваться тяжело. Вот этот момент, так человек устроен, вот надо радоваться, да. Сразу не хочется радоваться. Когда не надо радоваться, наоборот, бывает, хочется радоваться. А природа человека, она ведет его в сторону, в другую сторону от заповеди. Так что, если вам не хочется радоваться сейчас, то это нормально. Но надо радоваться, видите. То есть, в этом и есть работа, так все интересно устроено, что человека очень утомляет однообразие. И однообразие, когда вот все одно и то же, да, это становится скучно. Даже самые лучшие вещи, если их есть каждый день, они приедаются. Вот человек, например, любит кто-то варенье, да. Ему говорят, отлично, вот тебе, значит, ведро варенья. Он скушает пол ведра и остановится. Ему скажут, а что ты дальше не кушаешь? Ты же любишь варенье. Он скажет, ну все, не могу, уже больше этого варенья есть. Уже не могу. То есть, человек привыкает даже к самому хорошему. Он привыкает, и оно ему перестает нравиться, и он хочет что-то другое. Гидреническое. Представляете? Хорошо. Значит, книга о Йом-Йом нам дает сейчас нюансы по молитве, так как в это время есть специальные молитвы. Есть Шайно, да, спаси нас. Мы ходим вокруг Бимы, вокруг, где стоит свиток Торы. В общем, есть здесь специальные молитвы. И здесь нам в книге о Йом-Йом рассказываются нюансы этих молитв. Теперь мы знаем уже, как бы, понятен метод этой книги и вообще Любавичского рэба последнего, и вообще и предпад, и всех остальных, и хасидов хаббат, что нюансы важны. То есть у них есть такой вот подход, что нюансы, вот детали, какие-то такие вот, казалось бы, незначительные вещи, если на них уделять им внимание, то они также важны, как очень важные вещи. То есть здесь вот так они подходят. Очень интересный подход. Значит, действительно, в Перте вот мы когда-то учили, что нужно относиться к легкой заповеди как тяжелой, что мы не знаем награду за заповеди. Дальше есть очень интересное. Дамир, вот, кстати, Дамир, тоже ему спасибо большое, много благословений. Он попросил, чтобы его и его семью благословили возле Котеля. Вот мы пока с Яковом как встретимся, сделаем вам очень сильное благословение у Стены Плача. Самое такое святое место, Стена Плача, это такое название, неправильно? Западная стена Котель-Марави, это та стена, которая осталась от Храмовой горы, которая поддерживает Храмовую гору. Вспомнил сейчас. Хорошо, значит, вот нюансы, они важны, потому что по факту, по факту мы не знаем, что важнее, что не важнее. Вот смотрите, например, есть известная история в Талмуде, когда органы начали спорить, какой орган важнее. И, значит, оказалось, что совершенно неожиданные органы, но если убрать эти органы, есть у человека множество разных органов, если каждый из которых убрать, жизнь остановится. Поэтому, значит, точно так же маленькие заповеди, они важны так же, как и большие. Значит, книга «Обретение неба на земле», она дает нам, наоборот, расширяет взгляд и говорит нам интересную вещь. Значит, что в 92-м году, январь 92-го года, была инициатива ООН в сфере разоружения. Представляете? Значит, в 92-м году распался Советский Союз, закончилась холодная война, и начал мир разоружаться. То есть люди начали разоружаться. Пророк Иса, говоря о временах, когда перекуют мечи на орала, есть известный пророк Ишиау, когда он говорит, что когда придет Машех, в конце времен люди перекуют мечи на орала. Ну, орала, я не знаю, что за орала эти, но он имел в виду конец холодной воды и начало ядерного разоружения. И пророчество это начало сбываться в 92-м году. Холодная война окончилась, но она закончилась не благодаря торжеству человеческого разума, пишет эта книга. Война всегда бессмысленна. Война всегда бессмысленна. Тем не менее, вполне разумные люди тысячелетиями вели войны. Сегодня новым является то, что в наш мир стал пробиваться свет Машеха. То есть здесь как раз та книга была написана в 90-е годы, и он говорит, смотри, люди не стали умнее. Люди всю жизнь воевали, и так устроен мир на протяжении всей истории человечества. Войны никогда не прекращались. А почему тогда увидели надежду в 92-м году? Он говорит не потому, что люди стали умнее, а потому, что уже сюда пробивается свет Машеха. Свет Машеха сюда пробивается. Давайте посмотрим сейчас, как мы можем это увидеть в наше время. Что сейчас идет война, все страны мира практически объединились. Но я не вижу, чтобы кто-то хотел, чтобы закончилась война так вот прям явно. Сильно хотел остановить войну. Хотя, может быть, как ее остановить? Наверное, все-таки все хотят остановить войну, но как? Непонятно. Непонятно, как ее остановить, потому что действительно ситуация сложная. Хорошо. Значит, вот, да, Дамир, Мост жизни, прекрасная книга. Мы сейчас нашли ее в аудио формате. Всем советую, очень рекомендую ее изучить. Понятно, о смысле жизни, цели жизни. Всем советую ее изучить. Мы разместим прямо в АИКРа в нашем канале. Мост жизни, да. Ссылочку на аудиокнигу. Бесплатно можно ее слушать. Вот. Так что мне тоже она очень сильно понравилась. За последнее время прям одна из самых сильных книг, которые я читал. Дальше. Дальше у нас идет недельная глава. И в недельной главе идут благословения. Идут благословения коленом. Всем коленом. Значит, благословения идут всем, всем главам колен. Что здесь интересно? Я сейчас не буду входить в эти благословения глубоко. Но интересно, что каждому колену было благословение разное. Каждому было благословение разное. И, например, значит, вот кто-то может быть, люди все разные. Вот представьте ситуацию. Кому-то, например, кто-то подходит и говорит, благословляю тебя, чтобы у тебя родилась дочка. Если у человека уже было 10 дочек до этого момента, то вряд ли он обрадуется 11-му благословению, чтобы у тебя родилась дочка. Если у него до этого не было детей или у него все сыновья, то он обрадуется благословению, чтобы у него была дочка. То есть, если, например, как есть такая шутка, что встречаются два очень пожилых человека. Обычно благословляют, чтобы ты жил до 120. Один другого спрашивает, как у тебя дела? Ну, там, ему было лет 90. Он говорит, ну, как дела? Так, чуть-чуть там болею. Ну, в принципе, слава богу, все отлично. Говорит, ну, желаю тебе до 120 лет крепкого здоровья. А второму было уже 120. И тот ему говорит, а у тебя как дела? Он говорит, ну, говорит, что мне вот через... Сегодня вечером уже 120 лет исполняется. Он говорит, ну, желаю тебе хорошего дня. Желаю тебе хорошего дня. Он ему пожелал. То есть, один день ему все равно оставался, он ему что пожелает? Хорошего дня. Значит, каждому колену в Машер-Абейну перед своим уходом из этого мира он давал специальное благословение. И в этом благословении было скрыто очень-очень много всяких нюансов, которые как раз в недельноглавенном и объясняются. Что интересно, да, что из всех колен, которые остались в наше время, осталось, неизменно осталось колено левитов, например, да. Левиты — это те, кто служили в храме. Левиты служили в храме. И в любой синагоге, когда читают Тору, вторым к чтению Торы приглашают левита. И практически всегда в 99% случаев есть левиты. То есть, колено это сохранилось, и люди прям передают из поколения в поколение. Уже 2000 лет разрушен храм, что мы из рода левитов. Значит, когда будет третий храм, будет восстановлен, то опять же колено леви будет служить в храме. А жертвы кто будет приносить? Коины. Первого в Акторе всегда вызывают коина. И в каждой синагоге есть коины, практически есть коины. В каждой синагоге, потому что передают они из поколения в поколение. Папа передает сыну. Сынок, мы коины. Значит, он говорит, в смысле? Он говорит, в смысле наши предки, они служили в храме, и они приносили в жертвы. И значит, когда будет третий храм, мы же тоже, значит, будем служить в храме. Поэтому и у коинов очень важно, что коины могут жениться только на девушках, которые до этого не были никогда замужем, неразведенные. Они не могут жениться коины, если кто-то принял иудаизм. То есть коины, они женятся только на девушках, которые из еврейского народа, которые никогда до этого не были ни в каких отношениях с мужчинами. На вдове он может. И значит, вот точно ты уверен? Обычный коин, который не готов, может на вдове. Может жениться на вдове с детьми. Почти точно. Значит, вот есть тут предположение, что еще на вдовах могут жениться коины, но тоже вряд ли, мне кажется, коин будет жениться на вдове. Потому что, ну, зачем ему жениться на вдове, если есть других, есть очень много вариантов. Хорошо, хорошо. Значит, и коины, левиты, колено иуда, да? Евреи называются иудеи, потому что колено иуда, оно было самое многочисленное колено. И все евреи, которые сейчас в мире остались, остались по названию вот этого колена. Хотя, в принципе, интересно, если бы остались все колена, то были бы там евреи из колена Дан. Как бы они назывались? Если бы были, ну, как, левиты, а не левиты. А как называются евреи из колена Дана? Даниты, наверное, назывались бы, да? Если бы евреи остались из колена Нафтоли, то были бы евреи нафтолиты. Ну, а как? Если бы это левиты, это были бы, если бы были евреи из колена Ашера, то были бы евреи ашериты. Ну, то есть, было бы интересно, очень интересно было бы, как бы сейчас выглядели все потомки каждого колена. Еще очень интересно такой вопрос. В Талмуде есть спор, что перед приходом Ашеха найдутся 10 колен, потерянные колена, которых, куда они пропались. Был такой царь Санхерив, который был как Сталин, такой был диктатор, который захватил на то время практически весь мир. И у него была такая система, что он, когда захватывал какую-то страну, он народ с этой земли, он угонял и переселял его, расселял между другими народами. И для чего? Для того, чтобы оторвать их от своей земли, чтобы не было восстаний потом, чтобы они не делали восстания. И вот после Санхерива он перемешал все народы, и дальше не было понятно, потому что он кусочек направил туда, кусочек туда, интернета нет, телефона нет, все перемешивались. Он очень был такой, смешал все народы. И говорят, что когда придет Машеха, то найдутся 10 колен. 10 колен найдутся, но что оказалось? Раби Атива, оказывается, сказал там же в Талмуде, что нет, говорит, они уже никогда не вернутся. И все-таки Раби Атива, он был очень-очень великого уровня. И Мудрец, я когда недавно, буквально неделю-две недели назад, я узнал, что есть мнение, что не найдутся, я перестал ждать. Потому что я ждал, что сейчас, когда мы очень подошли к генетическим, вот в этом году Нобелевскую премию получил врач-генетик, который расшифровал геном неандертальца, нашел какого-то денисовского человека. То есть я подумал, что если так вот эта генная и ДНК, вся эта история, наука, она так сильно развивается, то скоро мы точно узнаем, где эти 10 колен. Но когда я узнал, что Раби Атива сказал, что мы их не найдем, то, конечно, я понял, что мы их не найдем, скорее всего. Хотя другие мудрецы тоже у них были очень хорошие, у них были мнения. Теперь вот вы можете спросить, а как такое может быть, чтобы в Торе есть разные мнения, и они не скрываются. Нет такого, что есть вот одно мнение, что в Торе, в Талмуде, в Мишне все время есть споры. Например, мудрецы против такого-то... То есть есть споры, приводятся все, все мнения приводятся. Почему? В этом мире все очень неоднозначно. То есть в реальности есть множество, как, знаете, как есть вот этот вот код Шрёдингера, он называется. Когда код, положили кота в коробку и взорвали там бомбу. И пока мы не открыли коробку, мы не знаем, код жив или код не жив, потому что вполне возможно, что код жив, а может он и не жив. Но в момент, пока мы не убедились, он жив или не жив, мы считаем, что код и не жив, и не мертв, потому что, ну, мы не знаем, какой он. Вот то же самое с описанием реальности. То есть любое описание реальности не является реальностью. Любое мнение о реальности, оно является тем более мнением, да, то есть это набор, набор не этих слов, ярлыков, мнений. И поэтому мудрецы, когда они говорили о какой-то духовной реальности, о будущем и так далее, у них были, у каждого был некий взгляд, некий системный взгляд, как оно будет, базирующийся на абсолютно точных словах пророков Торы. Но вот эта вот интерпретация, взгляд, они могли быть чуть-чуть разными. Как будет, мы не знаем, может так, может так. То есть узнать, жив код или не жив, можно будет только, когда откроется коробка, и в этот момент будет видно, или он от этого взрыва жив или не жив, а может быть, его там вообще не было, этого кота. Точно так же, когда придет Машех, мы уже увидим все, все вот эти вот малейшие нюансы, как оно, как оно было. Но что интересно, вот мы сегодня разговаривали там с этим человеком о истории происхождения Земли, да? И оказывается, есть тоже по этому вопросу десятки-десятки мнений древних мудрецов, которые все базируются на словах пророков, но они абсолютно разные. И вот мы поговорили про это, я говорю ему, этому человеку, я говорю, вот смотри, этот вопрос в принципе, он принципиально для меня не имеет значения, потому что мне важна моя душа, моя жизнь здесь, моя жизнь вечная там. И мне от того, сколько тысячелетий миру, и как это было конкретно, мне оно просто интересно, да, мне интересно, как расшифровывают вот первые шесть дней творения, седьмой день, шаббат и так далее. Это мне интересно теоретически, но практически мне интересно ежедневно работать над совершенствованием себя и своей души для того, чтобы при выходе из тела, опять же, мозг жизни, мне почему-то книга понравилась, то есть она дает абсолютно понятную модель жизни, понятно, что делать, понятно, что подойти к моменту ухода из жизни, когда ты ощущаешь, что у тебя есть с чем выходить из этой жизни, намного приятнее, чем просто подойти к этому моменту и понять, что ты только все теряешь, то, что тебе было важно, и у тебя впереди нет ничего. Это очень, мне кажется, такой, ну, слабый подход к жизни, когда ты к моменту смерти приходишь, и ты только теряешь, да. И человек, который собирал и готовился к выходу из этой жизни, и он подходит к этому моменту, и у него ожидание такое, все, сейчас начнется, сейчас начнется настоящая жизнь. Я помню, когда-то я был знаком с Эли Горн, такой бразильский миллиардер, который заработал несколько миллиардов долларов, и 60% из них решил при жизни раздать на благотворительность для того, чтобы уйти туда. Он говорит, я здесь, зачем я деньги зарабатывал, я боялся здесь быть бедным, я разбогател, слава Богу, теперь я ухожу из этого мира, так что теперь, мне эти деньги просто оставить? Нет, я хочу сейчас эти деньги перевести и забрать их с собой в виде благотворительности, добрых дел. И он пошел, посоветовался с Равинами. Равины ему сказали, что смотри, все деньги ты раздать не можешь, у тебя есть семья, дети и так далее. Но 60% своих денег, если ты раздашь, это будет отличная, абсолютно понятная вещь, это твой бизнес. У тебя был бизнес здесь, сейчас ему там уже на тот момент было 72 года, когда эта вся история была, у него была болезнь Партинсона, он знал, что он уходит из этого мира в течение ближайших нескольких лет, и они ему сказали, да, это теперь твой бизнес духовный, то есть ты теперь хочешь действительно перевести эти деньги в духовное свое личное достояние, чтобы прийти туда и быть там не последним человеком каким-то, а с Раби Ативой пообщаться, быть в хорошем, в хорошей компании. И я сейчас, так как у нас сейчас Мадим Лесимха, у нас сейчас времена для радости, расскажу интересную историю, как умер один Равин, и он попадает, после суда он попадает в рай, и действительно у каждого там свой надел, который он создавал при жизни. И у этого Равина очень хороший там надел такой, на вечность, у него все отлично, и он, значит, смотрит в раю, что там еще есть, и он видит на самом красивом холме стоит самый красивый дом, который только вообще можно себе представить. И он говорит, ангелом спрашивает, «Скажите, аж кто этот человек, который вот этот вот дом такой красивый имеет, такой надел у него лучше в раю?» Значит, ангелы ему говорят, «О, говорят, это, это говорит зубной врач, зубной врач Семен, Семен Абрамович». Он говорит, «А почему зубной врач Семен Абрамович?» Он был абсолютно, не слышал я его среди праведников никогда, он не был особо религиозным таким, так чуть-чуть. «А почему Семен Абрамович, он в лучшем месте в раю?» А он ему говорит, ангел, потому что, когда вы свои лекции читали про нравственность, про Тору, про выполнение заповедей, так большинство людей засыпали. А когда он зубы лечил, да, он был не очень хороший профессионал и не умел обезболивать, так у него в кресле все возвращались к Богу, все делали чиву, все раскаивались, все принимали на себя хорошие решения, больше никогда не грешить. И у него в кресле столько людей стало религиозными, что говорит, вам за жизнь столько не удалось сделать религиозными. Понятно, да? Вторая редакция этой истории, когда это был таксист, который по горной дороге вез в аэропорт на скорости 150 км в час, и у него в машине все начинали молиться, все до единого начинали молиться, чтобы Бог спас. Поэтому он привел к искренней молитве от всего сердца, за свою жизнь огромное количество людей, и поэтому у него там огромный был надел, потому что в этом была его заслуга. Все, значит, всем удачи и успехов, Мадим Лесимха, чтобы мы всех, все, кто партнеры Воикра, все, кто друзья Воикра, все, кто спонсоры Воикра, у вас есть огромная заслуга в каждом уроке, в каждом нашем действии, у вас есть везде своя доля, на небе все знают, все считают, поэтому для, например, в часа этот урок, для поднятия души, для поднятия души, значит, этот урок у нас, давайте еще раз скажем, Роза Бат Борис, Роза Бат Борис, и вот Роза Бат Борис туда приходит, может, она была и малорелигиозная, а сейчас такой урок хороший мы сделали, 100 человек учили Тору для поднятия ее души, она придет, а ей там сразу ее встречают, вау, она спросит, а мне за что, я же не была сильно религиозная, скажет, а вот урок был для поднятия вашей души сейчас, вот, а может она и была очень религиозная, нет, нет, может, да, мне жена подсказывает, да, жена подсказывает, что может она и была тот зубной врач, который зубы лечил, и все становились религиозными, может быть, мы никогда не знаем, особенно по имени, мы не можем понять праведность человека. Все, удачи, успехов, и Вадим Лесимха, времена для радости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!